Я плавно перейду к театральной фонограмме. Короче, меня обозвали в хороший антрепризный спектакль «Госпиталь Мулен Руш». Режиссёр Виктор Шамиров. Я прошу меня не перебивать. Режиссёр невероятно талантливый и такой же чумной. Значит, я и Артемьева Люся, мы были сразу как-то утверждены, а там было ещё две молодые артистки, и мы что-то, значит, репетируем. А он всё хочет необычно, как-то необычно. И мы, честно, стараемся необычно. Он очень талантливый человек, но очень недисциплинированный. Короче, фонограмму спектакля мы услышали за 15 минут до... До премьеры. До премьеры, да. Вот так сказали, дайте им фонограмму. А фонограмма там очень важна, потому что всё происходит в месте, где медсёстры. Это госпиталь, война 14-го года во Франции. А вся война, раненые, и мы реагируем на мир, на фонограмму. Вот. И там была пиковая ситуация, бомбёжка летит, самолёт, бомбёжка. Мы, а-а-а, все кричим, прячемся, и всё такое. Раньше он делал нам Шамиров сам. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Бух! Чак-чак-чак-чак-чак. Бух! Да. И мы... А-а-а-а! Ну, думаем, сейчас нам дадут фонограмму. Я вуздаряю. Да, ну, старались, как могли, он строгий. И, короче, за 15 минут он нам даёт фонограмму, которую половину сам же и записал. Да, но мы что-то услышали, начинаем мы играть. Значит, ну, естественно, премьера, сами знаете, всё не сыграно. И все самые вот страхи, которые есть, которые вот бывают у актёров, которые снятся во сне, что ты не знаешь, как его зовут, что ты его называешь другим этого, что ты непримерно не понимаешь, в какой пьесе ты находишься и на какой... Вот это всё у нас случилось. Мы все друг друга назвали другими именами. Мы же француженки. Знаете, Сюзан, там ещё... И вот так вот тупо друг на друга смотрим, мы не знаем, поправлять друг друга или нет, чтобы вообще всё не запутать. Но самый апофеоз это была бомбёжка. Должен тук-тук-тук-тук-тук-тук самолёт лететь. Немецкий. Как Шамиров утверждал... Он утверждал, что они так летали, говорит, в 14-м году. Он говорит, не так... Он говорит, они вот так вот и летали. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Мы, значит, всё сыграли и ждём тук-тук. А тук-тук нету. И Люся Артемьева говорит, по-моему, какой-то звук. И мы все, а нам делать нечего, мы ходим и говорим, да-да, какой-то звук, мы говорим. А звука нет, даже тук-тук. Мы опять, звук, ой, а. И она говорит, по-моему, ничего страшного, но давайте все-таки спрячемся под стол. Ну это раскол. И мы на полном тишине, никакого тук-тука даже нету, четыре взрослые женщины лезем под стол на тишине. Вот тут еле-еле раздался тук-тук-тук-тук-тук-тук. Издалека мы так обрадовались этому тук-туку, мы со всем энтузиазмом стали кричать, а-а-а, прячемся, прячемся. А от бомбежки так и не дошло. И это были вот все реальные страхи. Я это пережила на сцене. Слышишь, а потом он еще, ты знаешь его, да, он говорит, а Люся-то он боялся Артемьеву, то ей слова не мог сказать. А мы все, значит, стоим после этого ужаса. И он говорит, ну, Люся, играла хорошо, а другие, не глядя, но я знаю, что про меня, я даже предположить не мог, что профессиональные артистки так играть могут. Это высшая похвала от Вити. Спасибо. Спасибо. Спасибо.